Чтобы разобрать эту тему, крайне важно всегда понять, почему важно, поэтому мы пойдем в начале причины этого процесса, посмотрим, как работает режим питания и вообще, как это все внутри нас работает, ну а уже позже перейдем к деталькам. Итак, поехали. Наш организм – большое, огромное хозяйство, ему вообще все равно, что вы об этом думаете. Ежедневно ему требуется порядка 100 видов витаминов, минералов, микронутриентов, различных, в общем, разных питательных элементов для огромного количества его клеток, буквально там триллионов, триллиардов. И делаете вы это или не делаете, употребляете, не употребляете, ему абсолютно все равно. Давайте посмотрим, как это, собственно, работает. Вот сейчас на слайде вы можете видеть картиночку из учебника, где вы видите такого стоящего человечка, поделенного на части, вот так вот раскрашен в разные цвета. Это, собственно, символизирует наш состав. То есть человек состоит из воды 60-70-80%. Состоит он из белков, то есть наша мышечная масса состоит из жиров, какое-то количество углеводов у нас присутствует. Ну и, конечно, нечто твердое, минеральное тоже есть. Как на картинке вы сейчас видите, что вот рядом с человечком лежит такая кучка еды и стрелочки, собственно, к этому человечку. Это говорит о том, что химический состав человека должен постоянно пополняться. И проблема у человека наступает ровно в тот момент, когда с этой кучкой что-то не так. То ли эта кучка слишком большая, то ли кучка слишком маленькая, то ли в ней чего-то много, чего-то мало. То есть в избытках могут быть жиры, сахара, соли, углеводы, удобрения, пестициды. И в недостатках витамины, минералы, растения, фитонутриенты, белки, вода качественная. И тут начинается проблема в организме человека. Химический состав приходит в дисбаланс. Ну, количество воды уменьшается, количество мышечной массы, количество белков уменьшается. А вот количество жиров увеличивается. Вот так вот устроен наш, собственно, эволюционный процесс. Ну и дальше уже идут разные дисбалансы, нарушения углеводного, жирового обмена. Какие-то проблемы с ферментами возникают, с гормонами. И приходят разные, от нарушения гомеостаза приходят всякие разные болячки, собственно, в нашу жизнь. И вот наша с вами задача наладить равномерные поставки сбалансированного питания в жизнь. Вот. Хочется показать вам ролик следующий, как устроен процесс пищеварения, что там у нас внутри. Обычно показываю всегда этот ролик, просто по той простой причине, что когда мы кого-то знаем, нам уже сложнее его обидеть. В пищеварительном тракте пища размельчается и усваивается организмом. Во рту пища смачивается слюной, а зубами измельчается и пережевывается. Далее язык проталкивает пищу в глотку. Находясь здесь, пища стимулирует глотательный рефлекс. Гортань вытягивается вверх, соприкасается с надгортанником и прикрывает вход в трахею. Из глотки пища поступает в пищевод и движется вниз по нему благодаря перистальтике. Перистальтическая волна доходит до сфинктера пищевода, и пища попадает в желудок. Уникальная мышечная структура желудка дробит пищу на небольшие кусочки, которые через пилорический сфинктер попадают в двенадцатиперстную кишку тонкого кишечника. Большая часть всех процессов пищеварения и всасывания происходит в тонком кишечнике. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки выделяет ферменты, которые дополняют ферменты, вырабатываемые печенью и поджелудочной железой, и гармонизируют химический процесс пищеварения. Стенки тонкого кишечника покрывают ворсинки, через которые и происходит всасывание питательных веществ. Каждая ворсинка состоит из млечного сосуда и капилляра, при помощи которых она захватывает питательное вещество. После этого питательные вещества переносятся кровью ко всем клеткам тела. Непереваренные остатки пищи через илиоцикальный клапан попадают в толстый кишечник. Толстый кишечник впитывает воду. Здесь вырабатываются витамины, образуется слизь и фекалии. Благодаря перистальтике фекалии выталкиваются в прямую кишку, что стимулирует рефлекс дефекации. Вот таким вот образом устроено все внутри в нашем организме. Ну а теперь предлагаю вам посмотреть, почему же все-таки важно не пропускать приемы пищи. Что там внутри происходит? Каким образом мозг влияет на пропуск приема пищи? Многие из нас считают, что самый быстрый способ сбросить вес – пропустить завтрак, обед или ужин, уменьшив количество потребляемых за день калорий. Но этот метод не действует. Попробуем понять, почему. Майкл согласился принять участие в эксперименте, цель которого – выяснить, как повлияет на мозг отсутствие завтрака. Вот, держите. Спасибо. В течение двух дней Майклу дважды сделают сканирование мозга. В первый день после того, как он плотно позавтракает. И на следующий, когда он вообще не будет завтракать. С помощью этого магнитно-резонансного сканера ученые будут наблюдать за мозгом Майкла. Как он будет реагировать на вид различных продуктов, в то время, когда он голоден и когда сыт. Есть ли какая-то разница между реакцией мозга на вид низкокалорийной и высококалорийной пищи? Этот эксперимент поможет доктору Тони Голдстоуну понять, какие продукты особенно привлекательны для голодного человека. После плотного завтрака мозг Майкла практически не реагирует ни на низкокалорийную еду, такую, как овощи и салат, ни на высококалорийную – сладкие пирожные и чипсы. Но когда Майкл голоден, потому что не позавтракал, та же самая часть мозга буквально гудит от напряжения при виде высококалорийных сладких пончиков. А вот на салат реакции практически никакой. Майкл встречается с доктором Голдстоуном, чтобы узнать о результатах исследования. На этих снимках хорошо видно, насколько привлекательными вам казались те или иные продукты. В тот день, когда вы не завтракали, вас больше привлекала калорийная еда. Она активизировала участок головного мозга, в котором фотографии низкокалорийной еды не вызывают никакой реакции. Понятно. Значит, мой мозг, или точнее часть моего мозга была голодна. Она кричала «дайте мне калорийную пищу». Да. А когда я был сыт, ей было достаточно салата. Так что же происходит в действительности? Если вы пропускаете завтрак и начинаете ощущать голод, ваш мозг пытается компенсировать это чувство. Он заставляет вас мечтать о калорийной пище. Это катастрофа для диеты. А происходит это, потому что мозг реагирует на сильнейший сигнал, который исходит от гормона под названием грелин. Когда ваш желудок пуст, грелин посылает сигнал в мозг «немедленно наполни меня». Из-за этого появляется сильное желание съесть высококалорийную еду. Вы хотите сказать, что дело не только в силе воля? Дело в том, что ваш мозг делает все возможное для того, чтобы заставить вас съесть калорийную пищу. То есть каждый раз, когда я буду видеть продукты, богатые калориями, мозг будет реагировать на них? Да. Итак, первый совет желающим похудеть. Не пропускайте очередной прием пищи, потому что мозг реагирует на это весьма примитивно. Он заставляет вас мечтать о высококалорийной еде и бороться с этим невозможно. Как вы поняли, дорогие друзья, что дело не в силе воли, да, это физиология. Поэтому если вам в очередной раз покажется, что у вас там нету этой самой силы и воли, то дело совершенно не в этом. Крайне важно равномерно еду распределять в течение дня, чтобы у вас появились завтраки, обеды и ужины. И тогда, собственно, стройность, компактный желудок, отличное самочувствие, бодрость, энергия вам обеспечены. Это такое первое условие, которое нужно. Теперь давайте разбираться, когда мы поняли, почему это важно, как же это сделать, как организовать режим питания в течение дня. У нас с вами будет пять правил. Правило номер один. Первый прием пищи в течение часа полутора после пробуждения. Ну, максимум двух, да. Не через час, не через два, не через полтора, а в течение. То есть вы проснулись, там сделали свои дела обязательные, которые вы по утрам делаете и, собственно, приступаете к завтраку, да, когда вам там удобно. Вот, почему это важно, да. Ну, собственно, нам важно не допускать вот этих состояний голода, потому что реакция будет простая. Вот как вы только что видели в ролике. Пункт номер два. Три приема пищи обязательные. Ну, мы с вами, масса информации сейчас на рынке относительно диетологии. Это вообще очень трендово, модно, да, все там, кто-то говорит пейте, кто-то говорит не пейте. Здесь, конечно, есть очень много тоже различных историй. Значит, кто-то говорит, что нужно пять раз питаться, кто-то говорит, что шесть, кто-то три, кто-то четыре. Но вот, скажем, против завтрака, обеда и ужина противоречий никаких нет. То есть все, собственно, с этим согласны. Разные специалисты, я думаю, вы такую информацию встретите. Тут возникает вопрос уже относительно перекуса, да. И если вот так вот взять все, что на рынке сегодня здорового образа жизни существует, то тут две версии, да. Одна версия исходит от эндокринологов, да, другая от гастроэнтерологов. Эндокринологи, значит, за то, чтобы приемы пищи подлиннее, точнее промежутки сделать по своим причинам, да, потому что они сталкиваются с пациентами в основном, когда надо решать вопросы с инсулинорезистентностью и так далее. Но тут гастроэнтерологи будут против, будут говорить, друзья, застой желчи, холециститы и прочие моменты, нет уж, давайте питаться дробно. Поэтому, если вы пациент, гастроэнтеролога или эндокринолога, вы, конечно же, рекомендации используете те, которые они вам сообщают, да. Если таких вопросов нет, то действуйте так, как вот вы чувствуете, как вам будет удобно. То есть, будет ли у вас три приема пищи, будет четыре, будет пять, тут вот сейчас просто возьмите и сами подумайте, да, сколько для вас это будет. Вот. Можно даже там где-нибудь в комментариях написать, да, какая у вас будет эта циферка, три приема, четыре, пять. Так, следующий момент. Перекусы. С этим мы разобрались. То есть, если нет никаких противоречий, пусть они у вас будут или не будет, сами решите. Пункт номер четыре. Последний прием пищи за три часа до сна. Мы говорим сейчас о такой хорошей еде, модели тарелки, там, мясо, овощи, что-то в таком духе, да. Мы сейчас не говорим о каких-то легеньких приемчиках, типа функционального питания, протеинного порошка, кефирчика. А все вот это может, в принципе, и подойти где-то за час до сна, да, за полтора вот так вот. Почему не стоит все-таки есть и сразу спать ложиться? Вот я метафору люблю здесь приводить, одну из своих любимых. Я вот на Кубани живу, да, у нас тут тепло очень сильно, даже жарко, я бы сказала, летом. Тридцать-сорок градусов, да, даже бывает ночью такая температура прям. Вот. И представьте, если бы я тарелку борща или кастрюлю борща оставила на столе, да, и вот что с ней будет? Вот какие-то там процессы, не те брожения будут наступать. Вот примерно то же самое, ну, метафорически говоря, происходит и в теле человека, потому что какая у него температура там? Тоже, да, 30-40 градусов. Поэтому не стоит этого делать, лучше, чтобы процессы пищеварения как бы в основном завершились, там все уже перешло в тонкий кишечник, вот, и так далее. И последний пункт у нас, пятый. Все основные приемы пищи по модели тарелки. Я буду петь дифирамбы шведским диетологам и модели тарелки, наверное, сегодня вообще все занятие, потому что это такая классная, крутая модель, в которой можно запаковать многие нутрициологические принципы. Вот сейчас потихоньку начнете узнавать и поймете, как, не знаю, огромную нутрициологию можно поместить вот в эту модель тарелки. Двигаемся дальше. Что нам еще с вами понадобится, да? Ну, нам нужен план, да? Нет плана, нет, собственно, как бы и внедрения процесса. Поэтому давайте напишем свой планчик, может быть, как, да, в качестве домашнего задания, да, раскидайте. Во сколько встаете, когда завтракаете, когда пошел перекус. То есть вот это вот важно, чтобы у вас появилось это понимание по времени для вашего мозга, да, потому что у вас все есть, все распланировано, а где у вас обед, ну, то есть вы как бы не в курсе. Что я бы сделала дальше? Я бы еще поставила бы будильники на вашем смартфоне. Вот, значит, завтрак в 8 утра или во сколько он у вас будет, он у вас звонит, да, вот, там, час дня, он у вас звонит. То есть вот как-то, чтобы, знаете, как привычка, да, или рефлекторная дуга, как привычка формируется. Стимул, реакция, подкрепление. Стимул, реакция, подкрепление. Стимулом того, что нужно поесть, да, для человека, может, является реакция внутреннего организма. Вы уже начинаете чувствовать какие-то движения, у вас уже, извиняюсь, слюни потекли там, да, и организм готов. Но такого может и не быть, да, потому что у вас полностью атрофировалась привычка себя кормить, да, ну, нет такого. То есть вы заняты своими делами, там, творческими, работаете, вам не до этого. Ну, только, правда, вечером будет огромное желание съесть очень много всякой разной еды, да. Поэтому пока вот этим стимулом будет являться у нас, ну, например, этот звонок будильника. Стимул так, что есть пора, реакция пошла, приготовила, подкрепила, съела, да, стимул, реакция, подкрепление. Поэтому нам нужен план, да, по времени и, собственно, какой-то стимул для себя придумать, что это будет для вас. Может, это будет не будильник, может быть, это будет что-то другое, придумывайте сами. Дальше мы с вами будем закупать продукты, посмотрим, какие тут списочки будут и на экране, и дополнительно еще дадим. Научимся читать этикетки и организуем пищевую аптечку. Итак, модель тарелки. Ну, уверена, что много людей, которые сейчас меня смотрят, знают, что это такое, но, тем не менее, для тех, кто не в курсе, объясню. Берем самую обычную тарелку 20-25 сантиметров, делим ее на 4 части, как вы сейчас видите на экране, да. Две части заполняем овощами и фруктами, то есть у нас там такая тема клетчатки, да, возникает. Одну часть заполняем белком, это у нас, собственно, мясо, рыб, птиц, грибы, бобы, яйца, молочка, что-то из этой серии. И еще у нас один сегмент появляется для углеводов. В общем, все, что мы называем гарниром, да, примерно будет лежать там. И это гениальная модель, сейчас потихонечку буду рассказывать, почему, да. Потому что тогда мы всех элементов получаем в балансе. У нас хорошая, мощная клетчаточная составляющая, мы всегда имеем необходимую долю белка, которая нам нужна, да. Можно, конечно, взять и рассчитать это все, посмотреть по счету, но потом, когда мы это рассчитаем, впереди же нас ждут и такие занятия, вы поймете, как здорово, когда вот оно, если я, модель тарелки у меня в каждый прием пищи, то практически свою норму белка я буду выполнять. Ну, вы, да, в данном случае. Здорово, что у нас еще там сегмент углеводов присутствует, и это позволяет держать углеводы в, ну, как сказать, под контролем, что ли, да, потому что современный человек, он так мало двигается, что он не заслужил такое количество энергии, он просто ее не тратит, да. А если углеводы вылезут за пределы, так сказать, своего сегмента, ну, там, картошечки себе нажарите, макарончиков по-флотски, там, пасту какую-то сделать, это уже не самая лучшая история для современного человека, который не двигается столько, сколько по-хорошему надо было бы, да. И поэтому вот модель тарелки помогает нам держать под контролем все вот эти вещи. Так, что еще здесь хочется сказать? Хочется сказать, что по модели тарелки можно готовить себе не просто блюда, да, обычные, когда там кусочек мяса, там, гарнир, овощи. По модели тарелки можно готовить даже бутерброды, да. Бутерброд по модели тарелки будет выглядеть следующим образом. Берем, значит, обычный хлеб, ну, или не совсем обычный, да, цельнозерновой желательно, чтобы он, ну, более качественный для вас был. Кладем на этот кусочек хлеба какой-то свой любимый белковый продукт. Что это может быть? Там кусочек рыбы, кусочек мяса какого-то запеченного в духовке, да. Может быть какой-то, а, ну, кстати говоря, паштет, например, какой-то правильно приготовленный с удовольствием. Где-нибудь сейчас рецепт оставлю. Что еще можно сделать? Например, какая-нибудь творожная замазка, когда можно в хорошем блендере приготовить себе, значит, какой-нибудь, 5-процентный творог и огурец, зелень. Все это дело вместе смешать, может быть, с чесночком. Ну, желательно огурец отжать, потому что много воды дает. И вот такая вот тоже вкусненькая замазочка получается. И это была белковая часть. И у нас где-то должен быть еще гарнир. Ну, в смысле, овощи. Не стесняйтесь, если овощи будут лежать не только на бутерброде, но и рядом много на тарелке, да. То есть вот таким вот образом можно позавтракать, да, или как-то там перекусить, или, может быть, даже для некоторых это вполне даже ужин может быть. Почему нет? Тут также возникает большое количество вопросов по поводу первых блюд, да. И вот как это можно по модели тарелки. Мы тут как-то, в Казахстане я работала, и у них есть такое блюдо, называется бешбармак. Как вот поесть бешбармак по модели тарелки. Кстати, сейчас мы с вами не говорим о детоксе, мы не говорим о программах похудения. Это все не про это, да. Сейчас мы говорим об обычной жизни. А в обычной жизни как было бы хорошо? Если 80% жизни вы живете рационально, то 20% смело можете и пошалить, да. А не наоборот. Обычно это происходит наоборот, когда 80% люди обычно шалят, и в ближайший понедельник пытаются там сесть на диету, да. Поэтому бешбармак тоже вполне себе может подойти, там, например, на обед. Что такое этот бешбармак, да? Это когда баранина, да, с такими лепешками, все это в таком бульоне плавает. Итак, как положить его по модели тарелки? Значит, берем, ну, столько этой мяса, этого, этой баранины, сколько бы поместилось на обычной тарелке. Дальше смотрим, а сколько бы лепешек поместилось бы в другом сегменте, да. Ну, естественно, как бы заливаем это все бульоном. Вот часть готова. Ну, а дальше у нас явно не хватает овощей. Где мы возьмем, раздобудем эти овощи? А положим их рядышком в тарелочке в виде салата. И вот в таком вот формате вполне себе сбалансировано относительно у нас все будет. Вот, сразу говорю, да, это не детокс про бешбармак, это просто про обычную жизнь. Вот, двигаемся дальше. Стратегический запас продуктов относительно модели тарелки, которую вы сейчас видите на экранах. Ну, тоже можно сейчас поставить на паузу и для себя выписать. Дальше давайте посмотрим о том, как читать этикетки. Это тоже очень важный момент. И если мы с вами, собственно, собираемся себя обеспечить едой, нам нужно пойти в магазин и что-то себе купить. Есть три пункта, за которые производитель несет ответственность. Пункт состав, да, и тут важно что. Что на первом месте в составе, того больше всего. Если вы выбираете зерновой хлеб, например, да, и на первом месте будет мука пшеничная или там неважно какая высшего сорта, это не наш хлеб, да, уже нам нужно, чтобы на первом месте была мука обойная, обдирная, цельнозерновая, да. А уже если там небольшое вкрапление муки высшего сорта, оно должно быть где-то в конце. То есть, что в конце, того меньше всего. Дальше срок годности, ну, это понятно, да, и вот эта вот история про калорийность. Белки, жиры, углеводы, это то, за что несет, тоже ответственность производитель. За что не несет, да, и ничего ему не будет, если даже будут какие-то противоречия. Если на этикетке будет написано без сахара, без глютена, богатоклетчатка, экологически чистая, какие-то другие маркетинговые названия, мы вообще сюда давайте не смотрим. То есть, фасад этикетки нас вообще не интересует, потому что я в своей жизни, в своей практике видела массу противоречий в связи с этим. Тут написано без сахара, а наличие углеводов имеется, да. Тут тоже такой вот момент, потому что любые абсолютно углеводы через пару химических реакций в нашей крови в сахар-то, собственно, и превращаются, да. Поэтому зачем эта информация? Ну, это маркетинг, да, скажем так. Вот, с этикетками, я надеюсь, все понятно. Двигаемся дальше. Что нам с вами еще понадобится, чтобы обеспечить режим питания? Предлагаю ввести такое понятие, как пищевая аптечка. Пищевая аптечка – это, по сути, тоже такой вот, как аптечка в автомобиле. Она нам нужна на всякий случай, да, там вынули, пальчик перевязали, но потом, собственно, в больницу поехали. Это мы сейчас не говорим о сбалансированном приеме пищи или даже о перекусе каком-то. Мы говорим о еде, которая может как-то сохраниться, да, о еде, которая может полежать. Ну, например, если мы с вами возьмем банан, то он очень быстро придет в негодность нашей сумке. Но если мы, например, возьмем яблоко, завернем, ну, во что-то, во что вам будет удобно, там, фольгу, если вы ее предпочитаете, или там, в какую-то пленку, то с этим яблоком абсолютно ничего не случится в ближайшие две недели. И если вдруг вот вы вот не обеспечили себя едой, нечего вам перекусить, нечего поесть, из сумки или там ящика стола, бардачка или еще откуда, достаете свое яблоко и перекусываете им, да, и у нас, так сказать, сахарок в крови приходит обратно в норму. Что еще можно? Можно расфасовать орешки, например, тоже, знаете, штучек по 5, по 10, и также бросить это в свою сумку. Можно использовать хлебцы, ну, в общем, что-то, что не испортится, да, то есть вот такая пищевая аптечка. Классным способом наполнить свою пищевую аптечку являются белковые батончики, да, так называемое функциональное питание, которое как раз-таки даже может быть по модели тарелки. Ну, яблоко, да, это не модель тарелки, орешки, собственно, тоже. А вот, например, батончик, который вы сейчас можете видеть на экране, вполне себе может быть по модели тарелки. Если мы с вами посмотрим в состав батончика, вот многие, да, вот есть же разница между ценой и ценностью. Если мы сейчас посмотрим состав батончика, то мы с вами увидим, что это вроде бы на вид шоколадка. А в своем составе имеет полноценный белок, такой же полноценный, как в рыбе, например, да, то есть только мы с вами съели 90 грамм от солги, получили 16 с хвостиком граммов полноценного протеина из шоколадки, да. Также мы здесь можем найти клетчатку, причем ее много, да, 6 граммов. Клетчатки – это как будто тарелку брокколи съели или тарелку посоли, например, мы с вами такую навернули так прилично, да. Также в этом батончике мы можем найти с вами кальция, как в пачке творога, да, что тоже достаточно необычно для обычной шоколадки. Есть разница между, знаете, сухофруктовыми батончиками, злаковыми батончиками, потому что это углеводы, ну, вот там 20, 30, 40, 70, 80 рублей, да, такие батончики, как правило, стоят. Ну, углеводы, да, а здесь мы с вами получаем, понятное дело, что углеводы-то тоже есть, но есть еще также клетчатка, кстати, 6 граммов, значит, полноценного белка, кроме клетчатки. Здесь еще имеется большой-большой список витаминов и минералов, да, например, из самого, да, такого, что значимого, вот, 94%, 97% витамин В12, например, да, витамин С 40%, ну, мы берем норму, да, такую адекватную норму потребления, которая в России, да, имеется. И тут колоссальное количество этих витаминов и минералов, 13 витаминов и 11 минералов, как получается в тарелке салата. Поэтому рассмотрите для себя батончик бодики с полноценным белком, с клетчаткой. Здесь есть два вкуса, например, тропический, например, шоколадный. Вполне очень даже могут полежать в вашей сумке, пардачке или там ящике стола. Как еще можно, например, его использовать? Ну, если на перекус и для похудения, для какой-то там темы стройности, я бы использовала половинку, да, то есть половинка на один перекус пила, половинка на другой. Или, например, порезала бы его на маленькие такие конфетки, тоже завернула бы куда-то, куда-то было бы удобно. И в течение дня так потихоньку лакомилась бы, и мне за это бы ничего не было, да. То есть вот таким образом можно использовать функциональное питание, которое называется белковые батончики. Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами поговорили о режиме питания, почему это важно, да, почему важно еду равномерно в течение дня распределять, потому что вашему мозгу все равно, что вы там себе думаете, хотите вы завтракать с утра или не хотите, есть у вас обед или перекус, и вы все равно, там меняется гомеостаз внутри нашего организма, и какая-то неведомая сила уже не оттянет вас от холодильника. Вы при этом будете думать, что у вас с силой воли что-то происходит, но сила воли в данном случае здесь ни при чем. Поэтому, конечно же, очень важно нам с вами равномерно еду распределять в течение дня. Для этого мы с вами должны определиться с временем, да, когда вы будете, сколько у вас будет эти перемещи, когда вы будете, собственно, принимать, помочь формированию своей привычки, да, может быть, даже завести будильники на это время, чтобы стимулы, реакция, подкрепление, стимулы, реакция, подкрепление у вас начали складываться, да. Как известно, привычки формируются у нас в течение 21 дня. То есть, если какое-то время вы подержите на этом фокус, то, в общем и целом, через очень короткое время у вас слюноотделение будет проходить, ну, там, не знаю, там, в час дня, когда вы кушаете, вы уже будете четко понимать по своему организму, что, похоже, время пришло. Time to кушать, да. Вот, также, да, мы закупаем продукты, для этого мы с вами умеем уже читать этикетки, организовываем пищевую аптечку, это на случай, рассовываем продукты, которые не портятся и относительно полезны по, так сказать, жизни, да, куда возможно, где у вас там локации, где вы двигаетесь. И также в каждый момент пищи используем модель тарелки. Еще буквально два слова по поводу модели тарелки. Мы еще будем где-то говорить с вами про завтраки, но сейчас такая тенденция у диетологов, вы сможете буквально, я уже так начать замечать, да, что завтраки от углеводных начинают приходить вот таким более сбалансированным, с использованием белка и клетчатки, то есть по модели тарелки. И все дело в том, что современный человек в условиях вот этой вот нашей нынешней реальности, он не тратит столько энергии, не заслужил он столько углеводов, как, например, мы там одну кашу будем с утра есть, например, да. Вот. Ну, в пользу таких завтраках я еще где-нибудь расскажу, в каком-то из следующих видео мы еще узнаем, но тем не менее, попробуйте уже как-то учесть этот момент. Модель тарелки в каждый прием пищи. Ну что ж, на этом я заканчиваю. С вами была Вероника Абрамова, психолог-диетолог, и я рада приветствовать вас на нашем... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...